Привет всем гостям и подписчикам моего канала! Меня зовут Лариса и в этом видео я хотела бы поделиться с вами такой темой, как одежда на осень для малыша в возрасте 9-12 месяцев. Если вам интересно, то продолжайте просмотр. Итак, начнем. Недавно у нас было семейное мероприятие, было много подарков, в том числе и одежда для малыша. Что-то я выбрала и купила ему сама. И хотела бы вам показать эти вещи и разобраться, что из этого, допустим, на какой случай можно одевать. Вот такой вот костюм нам подарила моя мама. Это костюм троечка с курточкой. Нижний такой футболкой с длинным рукавом. И джинсами сзади на резинке эти джинсики и с декоративными подтяжками, которые, в принципе, можно использовать и по назначению. Этот костюмчик понравился мне тем, что он может быть как повседневным, так и нарядным. Выглядит вполне себе неплохо. Он состоит только из двух деталей. Здесь брюки, похожие на джинсы, с резинкой. Мне кажется, резинка для маленьких детей достаточно удобной должна быть, чтобы не давить на животик. В том числе эти джинсики тянутся. И сверху тоже футболка с длинным рукавом. Еще один костюмчик мы уже носили несколько раз. Я его покажу вот так по отдельности. Это кофточка на молнии из капюшона. Достаточно она мягкая, удобная, тепленькая. Мы уже носили летом, прохладные вечера. И сейчас осенью уже активно одеваем. Также тут в комплекте идут такие же под цвет штанишки на резинке. И вот такая же футболка с длинным рукавом. В принципе, все костюмы примерно похожи. Но качество мне у этого костюма понравилось. Его я покупала сама. В нем он как раз был на семейном мероприятии без щеки салфан. В общем, выглядел вполне прилично. А сейчас мы его уже используем как повседневную. Также я в предыдущем видео показывала вот такие вот вельветовые брюки. С кофточкой от United Colors of Benetton. Но футболочка мне очень нравится. Брюки выглядят достаточно стильно. Но я могу сказать, что они почти не тянутся. И насколько будет удобно малышу их носить, я не могу сказать. Мы пока их еще даже не примеряли. Стоит подумать, брать ли малышам на 9-12 месяцев вот такой вот костюмчик. Хотя он сам по себе очень качественный и хороший. Но насколько в нем удобно ребенку, который постоянно ползает или сидит на руках у взрослых. Или начинает первые шаги, я пока не могу сказать. Я хотела показать еще такой комплектик. Его я составила сама. Эту рубашечку я купила в Gloria Jeans. Мне она показалась очень прикольной. Очень похожей на взрослые рубашки, которые носит наш папа. И джинсики. Джинсики эти достаточно качественные. У них есть свой ремень кожаный. Они выполнены из тянущейся ткани. Сзади также есть резинка. Спереди молния. Все как на взрослых, но при этом они должны быть достаточно удобными. Мы их уже один раз примеряли. Они нам чуть-чуть буквально длинненькие. Но думаю, что нормально. Очередной костюмчик по типу спортивного костюма. Здесь вверх у нас на кнопочках. Что также удобно, мне кажется, для малыша. Возможно, более удобно, чем молния. Потом под ним тоже такая хлопковая футболка с длинным рукавом. И брючки на резинке с декоративной лентой. Этот костюм, считаю, похож на тот, который мы уже носим. Вот такой. Я уже показывала. Возможно, мы его кому-то просто передарим. Осенние костюмчики закончились. Но так, между прочим, я хотела еще показать два бодика. Это обычные бодики. Один с короткой, другой с длинным рукавом. Это я показываю к тому, что, мне кажется, бодики все равно актуальны. Их плюс заключается в том, что они не оголяют животик и поясницу малыша. И вместо тех же футболок с длинным рукавом, которые я показывала в предыдущих костюмах, возможно, я буду носить вот такого типа бодики. Буду их одевать малышу вместо футболок. Например, когда у нас прогулка в эрго-рюкзаке или слинге, чтобы нигде ничего не открывалось. Да и просто прогулка в коляске тоже, мне кажется, удобнее будет вот с таким бодиком. Вот такой вот неплохой костюм нам подарили. Он состоит из куртки с капюшоном. На молнии. Капюшон также отстегиваемый. Внутри классическая такая футболочка. И брючки. Такие модненькие, с кармана. Конечно, возраст это где-то на 2 года нам будет. Я просто хотела сразу показать. В отличие от вельветовых брюк от Беннетон, эти с мягкой резинкой сверху и тянущиеся, мне кажется, что мы их будем носить. Такой более теплый костюмчик на конец осени, начало зимы, примерно на возраст годика. Значит, тут в комплекте идут жинсики с начесом, вот таким вот тепленьким. Резиночки, такие потешки. Верхняя часть состоит из футболки с длинным рукавом. Такого жакета, вязаного на молнии. Внутри капюшона тоже очень мягкая такая ткань, похожая на искусственный мех. Сам по себе это именно осенний костюм. Курточка не супер теплая, но как раз вот на октябрь, начало ноября, мне кажется, будет идеально. Еще один аналогичный костюмчик. Возможно, мы будем носить какой-то один из них. Может быть, оба посмотрим. Тоже на то же время года. Где-то ноябрь месяц эта теплая. Утепленная такая курточка, велюровая. И такие же утепленные брючки на резинке. Я считаю, что брючки для малыша должны быть все-таки на резинке, чтобы максимально быть удобной. Это уже чисто зимний костюмчик. Мне кажется, он должен на возраст быть старше. Такие джинсики. Очень-очень утепленные. Вот таким вот прям настоящим начесом с теплой подкладкой на резинке и с поясочком. Тут много кармашков на 2 годика. Я думаю, что это будет курточка такая. Я бы не сказала, что супер сильно теплая. Но все-таки больше зимняя, чем осенняя. С капюшоном. И внутри такая более теплая водолазочка. Да, написано на 3 года. Возможно, в 3 года и будем носить. Посмотрим. Этот костюмчик у нас на 9-12 месяцев. Это тоже такой осенний, более легкий костюмчик. Вот, который можно сейчас поносить. Особенностью тут я могу сказать, что эти джинсики с резиночкой достаточно широкие. Ну, футболочка такая классическая. И курточка. Убирают собой жилетку. Как вы понимаете, некоторые костюмы все-таки на более старший возраст, на 2 или 3 года. Но я их показываю сейчас просто потому, что мне хочется сразу все показать. Это по типу зимнего костюма. Это комбинезон на лямках. Мне кажется, тоже на возраст 2 или 3 года. И куртка. Мне кажется, этой зимой нам будет это еще велико. Это я в ряд постаралась собрать все, что показала вам в сегодняшнем видео. Ну, почти все. Вот такая куча костюмчиков получилась. Но я так думаю, процентов 70 мы будем носить. Остальное аккуратненько сложим и передарим. Потому что все это сносить примерно за одну осень, наверное, будет сложно. Сегодня я наконец-таки купила малышу зимний комбинезон фирмы, если я правильно прочитаю, Риху. Это турецкая фирма зеленого цвета. Комбинезон с капюшоном, с варежками на завязках, с пинетками, что также мне не могло не порадовать. На поясочке, достаточно теплый, с теплой подкладкой. На капюшоне мех, такой больше для красоты. Капюшон отстегивается на молнии. Цвет такой не марки. Был еще белого цвета, но я подумала, решила. Белый хоть и красивый, но все-таки слишком может быстро пачкаться. Размер L 88A. Но у нас сейчас рост меньше 80 см. Думаю, нам это будет нормально как раз. Как только малыш проснется, будем примерять. А так вот, пока первое впечатление. Впечатление хорошее. Молния тут достаточно глубоко расстегивается. Я взяла у знакомой продавщицы на рынке, который рядом с нашим домом. Она мне со скидкой продала за 2 500. Так я не знаю, за сколько они их продают. Может быть за 3. Но цены по сравнению с прошлым годом подорожали. Я сомневалась между таким комбинезоном и раздельной курткой, и штанишками на лямках. Но выбрала все-таки такой. Думаю, что мы еще пока можно в таком походить. Он достаточно теплый. Конечно, на морозе там минус 20. Возможно, и в нем ребенок замерзет. Но мы в таких морозах просто не выходим на улицу, на прогулку. Тем более в коляске. Вот так по внешнему виду комбинезон очень приятный. Снаружи такая непромокаемая баллоневая ткань. Внутри что-то наподобие флиса. Подкладка. Но надеюсь, что плюшевым тоже понравится. И мы будем его с удовольствием носить. Такие теплые вельветовые брюки внутри с плюшевым начесом на полтора года взяла. Чтобы хорошо они на нас налезали. Потому что очень много брюк из костюмчиков нам оказались просто малы. Вверх подходит, вниз нет. Видео о первой обуви для малыша. Я серьезно занялась подготовкой к выбору этой обуви. Надеюсь, что получится выбрать соответствующую по размеру. И такое, чтобы малыш захотел его носить. В общем, обязательно еще эту тему я покажу. Если вам это интересно, ставьте класс под данным видео. Задавайте вопросы в комментариях. И подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Целую. Пока. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok